Давно просто не записывали, поэтому Да Уж даже забыл как-то Знаете, что я думаю, на наш выпуск Могут нас забанить, потому что сначала Гитропоника, а потом коксовые шарики Всем привет! Вы на подкасте Слушай, это топ! Нас давненько здесь не было Надеюсь, за это время вы успели по нам соскучиться Потому что мы по вам точно Гости сегодняшнего подкаста Ирина Жуйкова, директор департамента Социальной политики Мы поговорим с ней про образование Развитие регионов и немножко про котиков Погнали! Привет! Привет, Костя! Привет, Занда! Привет! Смотри, давай начнем с того, что Мы по традиции Любим выделять самые значимые вопросы За время нашего сегодняшнего диалога Попрошу их все запоминать Автору самого Прикольного, на твой взгляд, вопроса Мы подарим вот такой вот худим Это сложно, но постараюсь Я тебе напомню, если что еще Выбрал именно эту Здесь про плато Патарана Я на ПП, это я на правильном питании Ну, оно тут игра слов Потому что сегодня мы будем говорить В том числе с тобой про наши территории Про туризм В общем, об этом, обо всем Сейчас дойдем Лови Многие наши гости, эксперты Наши сотрудники Изначальное образование Не очень бьется с той должностью На которой сейчас работает человек Так и в твоем случае Расскажи про свое образование На кого училась? Где? Первое образование Это психолого-педагогический факультет Хакасского государственного университета Я по диплому преподаватель Дошкольной педагогики и психологии Но на самом деле Если говорить про вот этот Первый опыт и про первое образование Когда я уже училась На психолого-педагогическом факультете Мы с мужем переехали в Саиногорск И шли ставить машину Он говорит Это стоянка, которую держит заводской психолог В Саиногорске находится Алюминиевый завод большой Плохо так психолога держит Я говорю Так, а почему я до сих пор у него не работаю? Он говорит В смысле? Я говорю Это стоянка заводского психолога Я учусь на психолого-педагогическом факультете Чувствуешь мэтч Ну то есть логично, что я должна там работать И на самом деле Через некоторое время Я устроилась в информационно-аналитический центр Работала социологом А потом заменила заводского психолога Он уехал на другое предприятие А я стала психологом на этом предприятии Прикольно Здорово Второе образование Это уже президентская программа подготовки кадров Для страны, так сказать Это когда ты уже работала в Нурникеле? Нет, еще я не работала в Нурникеле Я работала в Росгидро На Саяно-Шушинской ГЭС Как дальше? Как ты оказалась в Нурникеле? Ну это был такой После того, как я работала в информационно-аналитическом центре алюминиевого завода Через некоторое время Я устроилась руководителем пресс-службы администрации города Саиногорска Дальше был департамент социальной защиты города Саиногорска Потом центр социальных программ Одной из крупных компаний нашей страны После этого был опыт работы на Саяно-Шушинской ГЭС Которая была в тот момент после аварии Поэтому это была такая работа Сначала я пришла туда менеджером по благотворительности Через некоторое время стала руководителем пресс-службы Саяно-Шушинской ГЭС И вот уже после Саяно-Шушинской ГЭС Меня пригласили на работу в Нурникеле Отличный антикризис Да, а сколько ты в компании уже? В компании уже 10 лет Да, и первая карточка Это топ-3 навыка, полученных в университете Которые пригодились тебе в нынешней работе Прежде всего, это работа с людьми Это когда ты умеешь слушать и слышать Второе Это соединять большое количество разных паззлов У нас была задача, как у представителей Общественной палаты Республики Хакасия Сделать что-то к 9 мая При этом нужно было привлечь как-то разных стейкхолдеров Представителей правительства, депутатов, общественность, СМИ Ребенок у меня в это время учит стихи для того, чтобы выступить на 9 мая Я еду на очередное заседание Общественной палаты И тут у меня начинают складываться пазлы И мы придумываем просто цикл стихов о победе В исполнении представителей власти, СМИ и так далее И записываем, это было к 60-летию победы Записываем 60 стихов о победе Которые выходят на радио И периодически автолюбители, которые водят машины Ну и не только, слушают Идёт включение, и идёт стихотворение От какого-то представителя Ребёнок вдохновил Ну то есть да, когда у тебя складывается в голове То есть у тебя есть какой-то запрос Ну не из вселенной, а конкретный И у тебя есть куча каких-то дополнительных вводных И когда у тебя вот эти пазлы складываются У тебя получается всегда очень какое-то классное Либо событие, либо программа рождается Либо ещё что-то Какой восторг для себя Естественно И вот в этом плане работа как раз в Норникеле Последние 10 лет Это про то, что тебе не подрезают крылья И ты можешь реализовать какие-то интересные проекты Для населения регионов, где находятся наши предприятия И таким образом ты делаешь жизнь людей интереснее Лучше ты их вовлекаешь в это И проще в том числе Да, ты прошла в компании от менеджера До директора департамента Что надо делать, чтобы стать директором департамента? Самое главное – это уметь работать Ну, безусловно И уметь работать с людьми Ты идёшь по Норильску И с тобой здороваются люди Потому что они тебя видели на разных мероприятиях Ты с ними общался Ты у них спрашивал, что нужно сделать и так далее Потому что у меня такой стиль Я всегда стараюсь спрашивать людей, а что же им нужно Ну и, конечно, работать с персоналом Когда ты как-то очень по-доброму Относишься к собственным сотрудникам в том числе Когда ты с ними можешь, не знаю, и на кулинарный мастер-класс пойти И крупный фестиваль научных открытий сделать То вот это про какую-то душевность в том числе И вообще про атмосферу сотрудничества в коллективе И вот тогда, конечно, всё получается То есть третье достижение — это люди Это люди и приятная атмосфера в коллективе Да, безусловно Вот мы, кстати... Ты затронула уже тему агентств развития И у меня, знаешь, какой вопрос к тебе? Зачем нашим городам агентства развитий? Что они развивают? Что они развивают? Для чего они? Что они развивают? Когда это моногород, то почему-то все считают Что ответственность за город несёт, собственно, та компания Которая здесь добывает ресурсы И стало понятно, что нужна какая-то третья сила Которая будет между компанией и между городом Но которая будет работать на развитие города Строительство нового жилья Ну мы видим, да, что появилась вообще целая большая программа реноваций Когда это не реновация одного дома или двух-трёх А это реновация всего города вообще-то, Норильск Тёплые остановки, включение в территорию опережающего развития Появление досуговых центров, развитие туризма И вот через несколько лет мы видим, что фактически все пункты, которые тогда были предложены Как дорожная карта Да, они все, собственно, нашли своё воплощение Мне, знаешь, какая мысль пришла в голову, что вот это всё, как ты рассказываешь, ровно как твой карьерный путь Твой скилл — поговорить Спросили у людей, сделали ли у людей Ну что ж, ладно, хорошо, поговорили, отлично У нас есть проект замечательный «Мир новых возможностей» Вот этому проекту 10 лет Давай для тех, кто, может быть, не в курсе, расскажем, что это за проект и, может быть, какие-то… в чём важность вообще? Это корпоративная благотворительная программа «Мир новых возможностей» В ней три направления Первое направление благотворительной программы — это работа с некоммерческим сектором Это вообще развитие некоммерческого сектора Потому что эта программа дала толчок появлению новых некоммерческих организаций в наших городах А давай обозначим, извини, пожалуйста, обозначим границы для тех, кто не знает о программе, грантов То есть минимальный 500 тысяч Да, минимальный грант сейчас 500 и максимальный 6500 Есть ещё минимальный-минимальный для школьников 100 тысяч Для школьников? Да, для школьников Проекты были разные Например, обучение старшего поколения вот этим цифровым навыкам в работе В смысле, пользование банкоматами, пользование сотовым телефоном, ну вот какими-то услугами, которые есть Были проекты у школьников про, не знаю, обучать более младших школьников, например, правилам дорожного движения Второе было связано с развитием, поддержкой, вернее, социального предпринимательства в наших городах А социальный предприниматель, ну это вообще человек, который, конечно, решает какую-то социальную проблему Но при этом очень редко там зарабатывает столько, чтобы ему хватало, ну чтобы не уйти в ноль, скажем так Но, тем не менее, некоторые проекты наших социальных предпринимателей, они были очень успешные Ну, вот если говорить, да, гостиница в Никеле, Викторе Её организовала, создала мама-ребёнка инвалида, которого она в какой-то момент спросила Ну вот что такого мне сделать, чтобы тебе стало легче? А поскольку он с ней, видимо, ездил, ну вернее, они ездили по всяким больницам, лечились и так далее И постоянно, видимо, останавливались, ну то в каких-то гостиницах, то, может, где-то у людей Он говорит, давай откроем гостиницу Просто откроем гостиницу Сказал ей четырёхлетний, по-моему, ребёнок на тот момент И она открыла гостиницу Набрала в эту гостиницу персонал из числа малообеспеченных граждан То есть где-то это были многодетные мамы, где-то одинокие, где-то с ограниченными возможностями Но, тем не менее, вот там гостиница небольшая Она такая бутиковая, наверное, гостиница, можно назвать, да, проект Потому что там всего 13 номеров Но поскольку в тот момент достаточно большое количество иностранцев Ездили в Никель или через Никель дальше То в первые месяцы у неё сразу на 3-4 месяца была полная загрузка этих номеров Могу подтвердить, да, загрузка была всегда полная Загрузка полная Это второй, а третий? Да, это второе направление Третье направление связано с развитием научно-технического такого И креативного, изобретательского, что ли, мышления у школьников Это работа и с педагогами, в том числе, которые работают с этими школьниками Это работа и с семьями, в том числе Потому что, например, когда мы сделали несколько таких смен изобретательских для школьников В какой-то момент мамы этих школьников спросили Можно сделать такой лагерь для взрослых? Мы говорим, ну, мы подумаем В принципе, впереди был май, майские праздники И мы на базе наших фаблабов, лабораторий научно-технического творчества Мы организовали такие семейные маёвки Когда 20 семей за день могут прийти и, собственно, вместе пройти какие-то мастер-классы Что-то собрать, унести это домой и этим пользоваться Кстати, можно сказать, что вообще, в принципе, Север сейчас становится популярным направлением для туризма Кажется, что он становится более доступным Возможно, из-за этого А у меня вот ещё есть кейс, кстати, надо порассуждать Есть кейс, как развивается туризм, например, в нашей стране Можно прикладывать бесконечно много усилий для того, чтобы развить туризм, например, на севере Но потом выходит в какой-то момент фильм «Левиафан», из-за которого все вдруг внезапно начинают охотиться за северным сиением Вот как ты считаешь, может ли компания «Норильский никель» стать тем самым триггером для того, чтобы туризм расцвёл на севере? И какую инфраструктуру мы имеем? Так мы уже стали таким триггером, или наши города стали таким триггером Бикингфест, который из небольшой социальной инициативы превратился в уже достаточно популярный фестиваль, который знают по всей стране Это про гастрономическую кухню, например, Таймыра, гастрофестиваль «Север» Или в Никеле был такой гастроиндастри, когда есть индустриальные пейзажи, которые очень привлекают многих фотографов, художников Вообще в целом интересующихся этой сферой людей И плюс к этому добавляют арктическую кухню Я знаю, что не только туристическим потенциалом занимается компания и также агентство развития Но ещё очень и вообще все программы направлены в социальные сферы, направлены ещё и на образовательные Ну да, кстати, у нас же есть ЗГУ, Заполярный государственный университет Мало того, что это самый северный университет, он ещё и кузница наших будущих кадров, которые к нам пойдут Вы знаете, Заполярный госуниверситет, я не знаю, думают ли они так о себе Но вот я, почему-то для меня, это понятно, что он такой больше практикоориентированный Например, да, в московском вузе ты можешь получить хорошую теорию, но ты не получишь практику Так вот, в ЗГУ как раз другая немножко история, как мне кажется Потому что, во-первых, там часть преподавателей, это в том числе наши сотрудники Там студенты проходят практику, начиная со второго курса То есть они тут же, ну они видят всё, вот у тебя практикоориентированное обучение получается Вот то, чем занимается наш департамент социальной политики Это развивающие программы для, ну вот такие, научно-техническое творчество развиваем То есть мы смотрим, вернее, мы даём ребятам какие-то такие навыки инженерного мышления Креативного мышления, вообще подумать У нас есть программа прямо изобретательства И когда кажется, что изобретать это сложно, нет Наши ребята говорят, изобретать это просто Просто нужно посмотреть вокруг себя на то, что тебя либо раздражает И это нужно как-то исправить Либо этого нет, и это нужно придумать И вот они придумывают И у них настолько разные изобретения Вы знаете, первый год нам, наверное, большое количество, особенно в Норильске Было изобретателей, которые предлагали нам различные системы гидропоники Ну потому что они выращивают зелень на окнах, потому что она не растёт фактически в городе на улице Поэтому они выращивают её дома на окнах Но когда они уезжают в отпуск, соответственно, нужно, чтобы за этим кто-то приглядывал И поэтому первые проекты были про гидропонику Про то, чтобы эти растения никому не отдавали Чтобы они дома сами, система полива была и так далее Потом они пошли дальше Они стали думать про, например, машины, которые занесло снегом А идёт мимо снегоуборочная машина Может задеть личный автотранспорт И вот, наверное, туда нужно какие-то портроники или ещё что-то встроить Которые бы подавали сигнал снегоуборочной машине И она бы видела, что там всё-таки не сугроб А там машина под сугробом Либо там девочка, которая занимается плаванием Это опять про портроники Занимается плаванием И она говорит, когда ты плывёшь Ты можешь доплыть до бортика и удариться головой Давайте в шапочку встроим Это больно Малоприятно Которые будут тебе... Ну, там, шапочка будет вибрировать Ты плывёшь, знаешь, шапочка вибрирует И сообщает тебе о том, что скоро бортик И как бы там всё, пора остановиться, перевернуться, плыть дальше Есть программа «Перемена» Для... Там такое триединство разных школьники, педагоги и родителей Почему так? То есть когда вот эти вот наши ребята Которых мы там, значит, на Аймейке, например Куда-то вывезли Они поработали в таком научно-техническом лагере Они возвращаются У них есть запрос на новое образование На новые какие-то интерактивные уроки Химии, физики, математики, может быть А педагоги к этому не готовы Оказались Ну, не все Понятно, что не все Есть продвинутые педагоги в наших регионах Очень крутые Но тем не менее И почему возникли родители? Потому что очень часто решение за ребёнка Куда ему поступать? Куда ему после школы уехать? Принимает родитель Есть ещё один трек Социальные инноваторы Это не волонтёры, сразу скажу Потому что для этого у нас есть отдельная волонтёрская программа И, наверное, у вас будет другой спикер Который расскажет вам про это Уже есть один Кто бы это мог быть? Лена! Мать волонтёра Социальные инноваторы Это когда мы предложили нашим молодым специалистам Подумать про улучшения С одной стороны на производстве Ну, может быть, даже каких-то бытовых условий Или ещё чего-то Ну, то есть могут предложить вообще разные идеи Предложить идеи для города Потому что наши города сейчас развиваются активно Мы видим, что наши сотрудники активно участвуют Вот в тех мероприятиях, которые организуют агентства Например, обсуждение мастер-плана города Или там бренд-стратегии города Ну, то есть что могло бы быть? Мы видим, что наши сотрудники Ну, потому что в наших городах Извините, если у нас 170, сколько? 7 тысяч жителей в Норильске Из них 58 – это наши сотрудники Но это третья часть Ну, то есть каждый третий – это наш сотрудник Каждый второй – это член семьи сотрудника Поэтому, ну, логично, что наши сотрудники участвуют В том числе в обсуждении вот таких вопросов Поэтому кто-то из них предложил Сейчас модное направление Киберспорт, кибертанцы, фиджитал-танцы Вот они прям предложили, что мы создадим команду Мы вовлечём в это студентов, молодых сотрудников Причём конкурс проходил одновременно Ну, как бы вот конкурс социальных таких инноваторов Проходил одновременно на двух территориях В Мончегорске и в Норильске И независимо друг от друга Они предложили и там, и там Создать вот такую команду киберспорта Фиджитал-танцев И активно этим заниматься Что они делали? Танцевали? Джаст-дэнс? Да, джаст-дэнс Причём наша команда даже выезжала На игры будущего А, вот недавно, кстати Да, да, да Поэтому и даже показали очень хороший результат Среди двухсот команд они вошли в тридцатку И вот задача вот этой программы нащупать Как вовлечь молодёжь в самые-самые разные активности Поэтому мы предлагаем прям самое разное Для кого-то это, не знаю, дефиле рабочей одежды Где ты можешь почувствовать себя дизайнером, моделью и так далее Вместе с Владом Лисовцом Да, и превратить свою спецодежду Да, в какой-то вот такой Фэшн Фэшн, профэшн и так далее Вот, поэтому это круто И эта идея, кстати, тоже Она так интересно родилась Как раз мальчик Студент ЗГУ Выкладывает сториз Как он пришёл на практику к нам в компанию На втором курсе И получил спецодежду Но он её назвал не спецодежда А он говорит Ребята, смотрите, какой клёвый мерч я получила от Норникеля И показывает им вот эти рабочие ботинки У нас правда красивые Показывает, значит, им эти спецовки У нас правда красивые мерчи У нас правда красивые мерчи Вот И когда мы начали с молодёжью обсуждать Что такого интересного можно было бы сделать Ну потому что там КВН, ну это делают все Да, там какие-то стендапы Ну да, это уже тоже делают все А вот дефиле рабочей одежды пока не делают все А вообще, что сами молодые сотрудники говорят про программу Они дают какую-то обратную связь Нужно ли им это комьюнити И вообще, что им даёт Знаете, как бывает Активный человек активен во всём Поэтому мы иногда, конечно, можем видеть Одних и тех же людей В спорте, в хорошей компании На изобретательских сменах Ещё где-то Это плюс или минус? Мне кажется, это всё равно плюс Нет, для человека это понятно Если человек успевает везде Если он вот такой вот активный Он в том числе и к работе по-другому относится Например, недавно На Роуд-Муви в Норильске Значит, на форуме Один молодой специалист рассказывал Что вообще-то он закончил театральный Ну и вообще-то должен был быть артистом Но он стал экскаваторщиком И говорит, вы не поверите Это настолько интересно Я занимаюсь урбанизмом Промышленным Мы говорим, это как? А он такой Ну вот смотрите, я беру экскаватором Камни отсюда И переношу их вот сюда Смотрю красиво Короче, главное, как ты трактуешь В общем, всё происходит Конечно Это знаете, как в притче Вот ты камни таскаешь Или ты храм строишь Вот это примерно про это Ты экскаваторщик или промышленный урбанист Да Назови свой личный топ-3 Социальной программы Норникеля Норникель на спорте Для тех, кто Ну вообще любил проводить время на диване А теперь выполняет различные челленджи Для того, чтобы с этого дивана встать Хочешь ты идти с собакой гулять сегодня Или не хочешь Или муж погуляет Ты такой Ну нет Я же в челлендзе Ну я же, да Я же вот там активный пользователь И точно надо И ты встаёшь и идёшь Что ещё интересного в этом приложении Для меня, как для руководителя Приложение Норникель на спорте Показывает в том числе Что на личную жизнь И на спорт у сотрудников время есть А значит с балансом личной жизни и работы Тоже всё хорошо Это плюс? Это плюс Чтобы понимать Разные руководители бывают Хорошо, это первая программа Осталось ещё две Ну я бы, наверное, сказала Про кому не всё равно Потому что это такая программа Которая показывает Очень многое Ну то есть, казалось бы Да, просто руководитель Вкидывает бизнес-задачу Объединяются сотрудники Из разных функций Которые друг друга до этого Могли не знать Могли знать Но они не работают вместе Они из разных функций И они на эту бизнес-задачу Смотрятся с разных прям сторон Внедрение этих проектов Приносит компания Ощутимый эффект Да Можно цифры какие-нибудь Ну, около двух миллиардов Из проектов, которые Вот были интересны Который мне запомнился, например Да, и на защиту Ребята принесли Это переработка шин И вот этой вот ленты Конвейерной ленты Которые выходят из строги Реклама проекта И, значит, превращают их В коксовые шарики Которыми можно там Топить Ну, что-то, в общем Использовать их Для То есть, это такой прям Проект про переработку И про вторичное использование И про принесение Все-таки какого-то эффекта В деньгах Для компании Неужто ли в нашей компании Вот все такое успешное Все всегда получается Топ-3 ваших неудачных проектов Ну, вот прям Три я, может быть, и не вспомню Но один проект точно Это InHub Как ни странно Неудачный? Салон изобретений Он мог бы быть неудачным Поскольку мы его Начали готовить до пандемии Потом случилась пандемия И очень много было Но Чтобы этот проект реализовать Было Прям Прям Как-то очень Так, знаете Странно Опасно Не знаю Непонятно Вообще придут люди На этот салон Изобретателей Не придут Но даже Вот то, как мы его готовили Поскольку у нас И международная составляющая Должна была быть Выступали в онлайне Но были представлены Их проекты на стендах Все-таки К нам приехал Из Женевского салона Руководитель Который посмотрел На то, как организован был Салон изобретателей В России А мы до этого До пандемии Были у них На Женевском салоне Которому там 47 лет На тот момент было И это была такая Знаете Выставка День открытых дверей В институте Фактически А когда он посмотрел На то, как это было Организовано у нас Он снимал видео Отправлял в Женеву И сказал Вот так надо делать Салоны изобретателей Мало эксклюзивов В сегодняшнем эфире Поэтому Можешь ли ты назвать Топ-3 Готовящихся проекта Неожиданно Ну, один Топ-1 Это цифровой метр Все вы знаете Про цифровой инвестор Ну, все вы, наверное Являетесь цифровыми инвесторами А цифровой метр А цифровой метр И мы не являемся Это про наши Жилищные программы То есть, когда сотрудник Получает токены Да, цифровые метры И, соответственно Вкладывает часть Вот эту Как первоначальный взнос Отлично Или как? Цифровых рублей А теперь котики Точнее, Блиц А теперь Блиц Да В общем Точнее, Блиц Это рубрика Коротких вопросов И ты отвечаешь коротко Правда или миф? Ну, можешь чуть-чуть расширить Чуть-чуть Невозможно быть счастливым на работе Правда или миф? Миф За год сотрудник должен Уходить в отпуск Как минимум дважды А лучше трижды Ну, правда Потому что так советуют Врачи Хотя бы один отпуск У вас должен быть Не менее 14 дней Чтобы отдохнуть Идеальные условия Труда для сотрудника Создать невозможно Правда или миф? Да миф, конечно Условия для жизни В Норильске До сих пор Очень тяжелые Кто вам такое сказал? Это Рубрика Блиц Вообще-то По последнему рейтингу Минстроя Норильск находится На третьем месте После Ханты-Мансийска И Сургута, по-моему Следующий вопрос Блица Тоже про изобретения Видимо, мой любимый Проект Аймейк И не только потому Что я благодаря ему Ездил на Бали Просто честно Вопросы В общем Блиц Продолжается Большинство изобретений Представляемых на форумах Не идут в разработку Правда или миф? С одной стороны И правда И миф Ну то есть Для того, чтобы Изобретение Дошло до промышленного Производства Нужно прежде всего Чтобы сам изобретатель Стал продюсером Своих идей То есть Если говорить Например О каких-то Рационализационных Проектах В компании Внутри Да Наверное Это проще реализовать А если мы говорим О допустим Детях-изобретателях Может быть Это сложнее реализовать Хотя Из тех проектов Которые Вот были За этот период За пять лет Очень много Мне кажется Сейчас Появилось Там На Валберисах И прочих Вот таких Платформах Чего-то такого Что тоже Предлагали Наши дети Это различные Метки Поиска Вещей То есть Это сейчас Реализовано Один из проектов Ну раз уж мы сегодня Про котиков В том числе Это мальчик Из Мончегорска Решил Что его коту Очень скучно Пока он В школе И он Придумал Он прям Сделал Макет Своей квартиры Видеокамера У него стоит Которая Будет следить За котом В том числе В видеокамеру Вмонтирован Этот луч Инфракрасный Ну вот эти Ручки Лазер Да Лазерная указка Лазерная указка Да На основе Лазерной указки И соответственно У него есть Мобильное приложение Он сидит В школе И значит Смотрит Чем там Занимается кот Включает Эту лазерную указку Она значит Носится по квартире И кот Тоже веселится Ну и Если сейчас Говорить о том Что такого нет Ну то есть Я точно знаю Что многие Любители Там Или заводчики Кошек Они ставят Видеокамеры У них есть Мобильное приложение Они наблюдают За тем Как их коты едят Чем они там Занимаются И так далее И так далее Поэтому Вот кажется Что то изобретение Которое было Пять лет назад Сейчас оно Вполне себе Реализовано Отлично Программы для школьников Не оправдывают Вложенных в них Средств Неправда И знаете Почему Почему Я прям Объясню Когда начинаются Любые программы Для школьников Это всегда Как посчитать Эффект Когда он будет Ну то есть Когда они только Закончат школу Потом они еще Должны поступить В вуз И только потом Они может быть Вернутся в компанию И так далее Вот сейчас У нас есть пример Стажер В департаменте В департаменте Социальной политики Катя Костенко Которая прошла Все наши детские программы Потом она прошла Студенческие программы Которые предлагает компания И даже Поучаствовала В бизнес-акселераторе Для молодежи В Манчегорске Как ни странно И стала победить Одним из победителей Этого Этой программы И сейчас Она Амбассадор Территории И амбассадор компании Она сейчас Студентка первого курса РУДН Учится на Инженера-эколога И уже сейчас Наш департамент Кадровой политики Привлекает ее Для того Чтобы она в вузах Рассказывала Таким же ребятам Как она Сокурсникам О Норильске О программах Норильского никеля И вообще о том Что происходит В компании Готовились с детства Невероятно активная И классная Катя Катя, привет Я тоже с ней знакома И мы с ней общались Как раз на тему Коммуникации Потому что Катя Еще и блогер Да Уровень образования В ЗГУ Значительно улучшился В последние годы Правда или миф? Правда И последний В Норникеле Все еще чувствуется Недостаток Программ По интеграции Молодых сотрудников В экосистему Компании Правда или миф? Расходимся Вообще-то это миф Снавигируем Наших сотрудников Что нельзя пропустить? Знаете С недавних пор Как раз Департамент общественных связей Публикует Топ событий Следующего месяца Которые надо Не пропустить Просто будьте нашим подписчиком И будете все знать В Норникеле лайф Отлично У нас закончились все карточки Я хочу предложить тебе выбрать Запоминающийся вопрос Из тех Которые мы сегодня задали Не знаю Самый бесячий вопрос Я выберу Пожалуй Это то Что в Норильске Нечем заняться Автором Вот этого вопроса Мы найдем И подарим Тебе не скажем Кто это был И подарим Ир Спасибо большое За общение С тобой Время пролетело Невероятно Невероятно быстро И увлекательно Да Спасибо вам Я вам не рассказала Про все топ-3 Факапов Топ-3 лучших Еще каких-то Но это значит То, что мы тебя еще позовем И поговорим еще об этом Спасибо большое Приходи еще Все тайны Я вам не раскрыла Слушайте нас На всех площадках Присылайте свой топ вопросов И выигрывайте мерч В прошлом выпуске Лучший вопрос Задала Екатерина Ермакова Екатерина Будем ждать Фотографии в Толстовке Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok